В формирование фондов музея уходит в далёкие 70-е годы, когда энтузиасты из преподавателей, учителей средней школы, как Христофор Афанасьевич, они на основе музеев школы, школьных музеев, создали общественный музей. Они собрали, обобщили в один фонд в то время существующих школьных музеев. И этот уникальный материал лежит в основе и нашего музея, нашего музейного фонда. Этот общественный музей, который был открыт в 1970 году, был какими-то неизвестными причинами закрыт, и фонды остались без пересмотра. Но благодаря энтузиастам из коренного населения, национальной интеллигенции, как Бенчик Владимир Афанасьевич и его супруга Феодоция Антоновна, вот, вновь возродили музей. Но нужно заметить, что к возрождению музея, к основному фонду был большой интерес, был привлечен, вот, когда археологоэтнографическая экспедиция Якутского государственного музея под руководством Никидевича Архипова, археолога, доктор Сеичнаук, начал свои изыскания, свои исследования на территории Невоскориона. Это начинается с 1984 года. И тогда был, тоже, вновь был, как-то создавался, вообще, создавался общественное мнение к созданию, вот, вновь образовательный музей. И тысячи. И материалы, экспедиции, погребальный инвентарь, раскопанных, воздушных сохранений, арангасов, иноземных сохранений Холбо, вот, вошли в наш основной фонд, когда 7 ноября 1988 года открылся торжественно, вот, наш музей под названием уже Оленевский историко-катеринский музей народов Севера. Но нужно еще раз подчеркнуть, что основной он был создан благодаря вот, предоставлению, дар энтузиастов нашего района своих семейных реликвий. Это оленеводы, охотники, чумоработницы, коренное население, сохранившиеся свои традиционные предметы, традиционный утварь, одежду и другие элементы культуры, они предоставили от многообразованного музея в дар. Для создания технико-экспозиционного плана ТЭП были привлечены такие крупные специалисты по музею, как Вильям Федорович Яковлев, известный краевед, этнограф, музейный деятель. Вот, именно благодаря ему еще к нам научно-медицинскую помощь оказала научный сотрудник Государственного музея этнографии в то время Советского Союза Татьяны Юрьевны Сем. Вот они в коллективном порядке с участием Никита Идеевича Архипова, директора музея Владимира Афанасьевича был создан первая экспозиция музея и был вновь образован так называемый наш музей. Также для создания экспозиции музея были привлечены специалисты из Якутска государственного музея истории и культуры народов Якутии, народов Севера. Целой была работа и деталь работы бригада специалистов художников специалистов по экспозициям, выставкам. Коллективным трудом была создана первая экспозиция. Вот здесь предоставлено музеями предметными экспонатами. В основном это овенки, которые обживали из древнейшего времени при западе Якутии, долган, который это молодой этнос, который имел место под солнцем где-то в середине XIX века, а также северный локальный северный Якутий. Здесь с древнейшим районом был зоной этнокультурных контактов, происходило взаимоогвещение различных этносов, в основном овенков, болган, якутов. Они предоставлены частично нашей экспозиции, в нашем музее предметом экспонатам. уникальные экспонаты, но все экспонаты уникальные, но в основном это коллекции коллекции так называемых оленеводства, которые характерны только для оленеводства, оленеводского транспортного оленеводства. Это упряжь, это синережение и предметы верхового и вичного оленеводства, вот они и являются уникальными, а также археологическая коллекция Никизиархипова, которые дают ясное представление о материальной культуре, особенно охотничьей, созданной этними этнисами охотничьей культуры, которая представлена. Орудие охоты, средства охоты, предметы различные, вот они являются уникальными. Также уникальными может быть тоже из этноархеологической коллекции, которая называется полиэтнографией, это есть традиционная культура 18 века, которая тоже предоставлена археологическая коллекция Никизиархипова. Это женское украшение, также уникальный артефакт, так называемый Сары-Тамалай-Сон. Это есть бисерная безрукавка, обрядовая одежда, северная северная женщина 18 века, очень хорошо сохранившийся кафтан безрукавка. Сейчас ученые их в научном уроке именуют Сары-Тамалай-Сон, и как будто он ближе к якутской культуре. На стыке двух культур был создан уникальный костюм, овентийской и якутской культуры. Основной фонд музея составляет 4407 единиц хранения экспонатов. В выставочных выставках представлено 157 экспонатов, экспонированы города Якутска под названием «Листа и страницы истории». Это высоко посвящено столетию образования Якутской АССР, который открывал так называемый северный часть этого большой выставочной в системе. А фондохранилище сейчас хранится тоже большое количество около 4970 дни хранения фондохранилище хранится, которые будут извлечены для выставки. Также есть так и научно вспомогательный телефон, который составляет 630 дней хранения, который как вспомогательный, который необходимо привлечь к созданию экспозиции, к выставке и других мероприятий музея используется. В основном в семи залах музея экспозиционных созданы экспозиции, стенды, которые раскрывают историю материальной духовной культуры Воленёвского Гавенкова, начиная с XVIII века кончая XX веком советским периодом. можно экспозиционная ёмкость, сколько экспонатов можно выставить, где-то до 800 экспонатов можно здесь показать в таком ракурсе, чтобы было всё ясно, чётко представлено, о чём мы хотели бы им показать. начало XXI века в 2001 году пополнилось так археологическими экспонатами. Никитич Архипов он сюда предоставил нам большую часть своих предметов коллекции археологических который насчитывается около 800 878 экспонатов, которые вошли, но он сюда перевёз и отдал нам. Ещё в последнее время конечно в результате экспедиции также отдарений местного населения а работа с местным населением ведётся чтобы предвлечь их внимание что они руководствуясь местным патриотизмом нам предоставляли дарили или может быть продавали артефакты артефактов артефактов которые можно мы хранить или выставить своих экспедиций ну я как раз когда Нитрич архивов здесь организовал так называемые археологоэтнографические экспедиции я участвовал как историк по образованию который так прошёл и специализации этнографии под руководством Анатоли Гоголева доктора исторической наук я подучаствовал на археолеведческих экспедициях у них здесь архива в бассейне реки Ленёк в котором было обследование около 20 погребальных сооружений типа арангаз воздушное сохранение и холбо наземное сохранение и были исследованы святилища там рлах божественное и святые священные такое имел какое-то отношение к созданию археологической коллекции музея все все собранное там все извлеченное все в результате исследования вот сейчас уже в нашем фонде хранятся ну а вот каменный век каменный век Альеновского района изучен недостаточно вот есть можно открыть новые стоянки есть на это и какие-то следы ведут также сейчас открыты новые наскальные рисунки писемницы которые например в бассейне реки Ргасала западного пристока реки Леню там изучение новых открытий ждет вот своих следователей также вот есть неизученные но старинные столбища погребальные сооружения тоже вот воздушные сооружения тоже есть много неизследованных которые тоже ждут своих вот археологов исследователей которые имеют доступ к ним открытые листы что провести исследование изучение если надо извлечение погребального инвентаря в 21 веке нужен хорошо оборудованный музей нужно как-то новое качество надо создавать материальную базу это прежде всего строительство нового каменного здания которые стоят в далеком перспективе ну конечно экспрессионная работа а также вот на базе существующих музея вести различные просветители скульптингов 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 работ нужно создавать вот мы создали этнографический комплекс на территории музея как часть интерактивной экспозиции также создаются макеты различных самоловов ловушек которые для более близкого контакта с посетителями это макеты могут быть трог они могут трогать настораживать запустить и так далее и так же вот на территории музея могут они где-то строить различные мероприятия на базе этих памятников вот традиционное жилище хозяйственных построек там ведутся квест игры которые очень наглядно там живо вот дети взрослые они участвуют вот в этих наших мероприятиях конечно историс нового здания или нового хранилища вот это веление времени это вопрос очень актуальный вопрос жизни и смерти может экспонатов то дальнейшее такое хранение конечно не служит никакого вот такого внимания со стороны какова посещаемость музея например посещаем в кемхая это наталья вот вашего улуса или других улусов тоже здесь имеется интерес приезжают смотреть сонтарь вот музеи которые заинтересованы например сонтарской музеей оттуда сонтарской музеи были здесь и специально приезжали чтобы изучать наш музей наш фонд и какие-то истории связанные вот с историей сонтарского района такие есть сонтарского вот с вот района тоже приезжают и во время такого праздника такого национального нашего праздника праздник оленеводов бывает много гостей которые вот заинтересованы к нам заходят и удивляются вот нашим экспонатом сохраненным которые дают традиционную оленеводческую культуру и культуру охотников лесотундр кайги такому большого интереса конечно вот что нужно как-то таким образом рекламировать и так далее подать себе по новым каналам вы сейчас экскурсовод же вот эти вот гости которые сюда приезжают какие вопросы они чаще всего их интересуют по жизни оленеводских 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 то оба просто очень оживленные большие разносторонные вопросы по особенно по оленеводству как развивается оленеводство какие очень местные условия местные вот а отличия местные элементы охоты оленеводства в общем культура очень заинтересована они интересуются как в таких условиях создавалась эта культура археологическая экспозиция тоже вызывает большой интерес 18 век